Представляю вашему вниманию интернет-магазин Складис. Для всех наших подписчиков оптовые цены. Все подробности на нашем YouTube-канале. А также наш сервис-центр GSM Moscow. Самые низкие цены. Всем привет! С вами GSM Moscow. Сегодня мы будем менять матрицу на MacBook Airy A1370 11 дюймов. Также фигурирует название в этом видео A1465. На данной модели матрица меняется точно так же. Приступим. Для начала необходимо открутить заднюю крышку. Чтобы заменить матрицу на данной модели, необходимо ноутбук разобрать полностью. Иначе не получится заменить матрицу. Снимаем заднюю крышку. Сняли. Отсоединяем аккумуляторную батарею. Теперь нам необходимо отсоединить все шлифа от печатной платы. Так как мы будем вытаскивать печатную плату из корпуса. Отсоединяем аккуратно. Отсоединяем аккуратно. Шлифов довольно таки много. Запоминайте последовательность. Откуда что отключаете. Так как вам необходимо при сборке вашего аппарата, нужно будет все так же подключить. Откручиваем SSD диск и вынимаем его. Если вам необходима матрица, инструмент, все необходимое вы можете приобрести в нашем тренд-магазине складис. Если же вы не хотите делать смс-центремонт, можете обратиться в наш сервис-центр GSM Moscow. Откручиваем кулер. И вынимаем его. Все, вынули кулер. Теперь откручиваем аккумуляторную батарею. И вынимаем ее из корпуса. Теперь откручиваем боковую плату, на которой находятся USB порты. Отсоединяем ее. И вынимаем. Далее откручиваем саму печатную плату. И вынимаем ее из корпуса. Все, мы вынули печатную плату. Теперь необходимо вынуть шлейф. Для этого отклеиваем накладки. И вынимаем шлейф. Делайте это аккуратно, не повредите его. Он коаксиальный, его сложно, конечно, повредить, но можно. На данном видео мы вам покажем, как заменить саму матрицу без замены крышки. Цена в 5 раз дешевле примерно, чем менять с крышкой. Но, наверное, в 5 раз тяжелее. То есть без специального оборудования будет заменить довольно-таки тяжело в домашних условиях. Какое нужно оборудование, дальше на видео мы вам покажем. Откручиваем петли. Открутили. Теперь необходимо вынуть клавиатуру. Вынули. Отодвигаем накладку вбок. Внимательно, только ее обязательно нужно вбок отодвинуть. И вынимаем ее. Все, вынули. Теперь нам необходимо открутить данные винтики. Откручиваем. На данном видео мы покажем вам самый экономный вариант заменить матрицу на данной модели. То есть мы не будем менять рамку, не будем менять заднюю крышку. Но из-за этого процедура довольно-таки сложная и долгая. Все, открутили. Теперь покажем, какое оборудование необходимо для замены самой матрицы. Нужна нагревательная плита. Вот эту матрицу бы у меня. Нагревательная плита все время работает. То есть на температуре примерно 80 градусов она все время подогревает крышку. Для того, чтобы снять рамку. Ну, даже проблемы не в рамке. А в дальнейшем отклеить саму матрицу от корпуса. То есть если вы будете делать это просто феном. Фен разогревает неравномерно. Из-за этого вы можете повредить подсветку. И тогда будут следы на матрице. Ну, то есть на подсветке будут следы. И будут выводиться эти следы на матрицу. Отклеиваем рамку мы металлической лопаткой. Вы можете сделать это пластиковой лопаткой. Но когда, если будете использовать металлическую лопатку, вам необходимо, когда воткнули ее между рамкой и корпусом, приподнимать чуть-чуть вверх, чтобы не повреждать корпус. Если вы меняете не первый раз матрицу, рекомендуем использовать металлическую лопатку. Если у вас первый раз это, то используйте пластиковую лопатку. Теперь нам необходимо открутить еще пару винтиков. Они заклеены наклейками. Отклеиваем наклейки. Отклеили. Откручиваем винтики. Теперь необходимо приподнять шлейф и отсоединить все шлейфа от матрицы. Аккуратно отсоединяем шлейф. Открутили еще винтики. Теперь перейдем к самой сложной процедуре. Нам необходимо отклеить матрицу от корпуса. Для этого поддеваем саму матрицу сбоку. Глубоко щуп не запихиваем. Так как если вы глубоко запихнете щуп, вы повредите подсветку. Если вы повредите подсветку, у вас будут следы, останутся при работе. Которую убрать будет проблематично. То есть вам нужно будет менять подсветку матрицы. А это делается еще сложнее, чем заменить саму матрицу. Просто соблюдайте правила. Не повреждайте подсветку матрицы. Теперь аккуратно, неглубоко запихиваем металлическую лопатку. И потихоньку отклеиваем саму матрицу. Глубоко не запихивайте. Вот конкретно для того, чтобы отклеить матрицу, вам нужна нагревательная плита. С ней намного легче отклеить саму матрицу. Естественно, можно и с феном. Но это очень проблематично будет и намного сложнее. Отклеиваем потихоньку. Еще самое главное правило, чтобы не попадала пыль. То есть, если у вас попадет пыль на подсветку, эта пыль будет видна при воспроизведении изображения. Потихоньку отклеиваем. Тут лучше не спешить. Вот как это выглядит вблизи. То есть, запихиваем неглубоко лопатку и отклеиваем матрицу. Если вы запихнете чуть глубже, вы повредите подсветку. Почему я так повторяю по 10 раз одно и то же? Чтобы потом вы не кусали локти, почему у вас на изображении пятна. А пятна могут появиться из-за того, что если вы повредите саму подсветку. Сама подсветка находится под матрицей. То есть, когда мы сейчас снимем матрицу, мы увидим подсветку. Все. Мы отклеили матрицу. Теперь ее надо потихоньку снять. Потихоньку снимаем. Все. Сняли. И устанавливаем новую матрицу в крышку. Делайте это аккуратно. С первого раза правильно ее поставьте. Так как она, когда вы ее приложите, она приклеится. Все. Положили. Теперь прикручиваем винтики. Подсоединяем шлифа. Ну и теперь мы делаем все в обратной последовательности. Надеюсь, вы помните, как вы все это снимали, разбирали. Сейчас просто сделайте в обратной последовательности. Это тут ничего сложного. Самое сложное мы уже сделали. Все, подсоединяем все шлифа. Как отсоединяли до этого. Не ошибитесь. Теперь устанавливаем петли. Прикручивайте винты оттуда, откуда выкрутили. У них разные размеры. Не ошибайтесь. Вот приблизили, чтобы вы видели. Где петля находится. Ее необходимо прикрутить крепко. Вот. Эта процедура самая сложная. Нам необходимо снять весь скотч и зачистить рамку. Ну, либо покупайте новую рамку. Либо зачищайте старую. Но рамку зачистить, если вы решили ее зачистить, вам ее нужно зачистить идеально. Обезжирить. Чтобы она была в идеальном состоянии. Также на самой задней крышке вам необходимо зачистить старый скотч. Если рамку дисплея еще можно купить новую, то заднюю крышку вы же экономите. Соответственно, ее нужно зачистить идеально. То есть зачистить и обезжирить. Мы вам эту процедуру показывать не будем. Так как эта процедура очень долгая. Вы можете увидеть, что мы зачистили и обезжирили поверхность. Вот тоже рамку, видите. Идеально зачистили и обезжирили. Еще раз повторю, что обезжирить и зачистить нужно идеально. Чтобы все приклеилось и ничего в дальнейшем не отвалилось. Теперь наносим двусторонний скотч. Рекомендуем использовать скотч 3М. Либо прозрачный, либо белый. Это на ваше смотрение. Также, если вы повредите резиновую прокладку, они тоже продаются. То есть, если повредили при снятии рамки резиновую прокладку, не переживайте. Она стоит недорого. Просто купите новую. Если не повредили, можно использовать старую. Скотч 3М. Рекомендуем использовать разный. Чтобы все четко легло. Вот как на видео мы вам показываем. Приклеиваем. Вырезаем там, где, допустим, должна быть фронтальная камера. И остальное. То есть, вы просто смотрите на видео, где мы делаем вырезы. Там же и вы делаете. Так же бывает, что задние крышки немного изогнуты. Если у вас крышка изогнута, ее необходимо выпрямить. Но вы посмотрите, если не во всех случаях нужно выпрямлять заднюю крышку, куда вы устанавливаете матрицу. То есть, иногда ее выпрямлять не надо. То есть, матрица нормально ляжет. А иногда бывает так сильно повреждена крышка, что туда даже матрицу невозможно установить. То есть, перед установкой матрицы осмотрите вашу крышку. То есть, если она совсем погнута, волной идет, то в некоторых случаях нельзя заменить матрицу. То есть, это будет тогда не ваш вариант. Вы потратите просто время. Если она не сильно изогнута, то ее можно выпрямить. Если она вообще в идеальном состоянии, то проблем никаких не будет. Все, мы установили скотч. Теперь необходимо снять бумагу со скотча. Снимаем. Теперь нам необходимо снять защитную пленку с матрицы. Делайте это именно в этот момент. Не раньше и не позже. Не забудьте снять. Теперь устанавливаем рамку. Мы используем старую рамку. Ну, так же они продаются. Если вы не хотите очищать от скотча. Все приклеиваем. Все, приклеили. Устанавливаем накладку. И сдвинули ее вбок. Все. Мы заменили матрицу. На макбуке Aero 1370. Теперь нам необходимо его собрать. Для этого устанавливаем корпус. Топ-кейс. Устанавливаем. Закручиваем. Все, мы закрутили петли. Проверяем, ровно ли встану матрица. То есть, проверяйте. То есть, вот как мы до этого вам показали. Поставьте макбук вбок. Но не закручивайте петли. Вот поставили. Проверили. Чтобы он встал ровно. Если встал неровно. Направляйте. Это обязательно. Просовываем шлейф. Ну, делаем точно так же, как делали до этого. Так, все просунули. Теперь. Затягиваем их. И убираем шлейф. Делайте это правильно. То есть, чтобы шлейф ушел. Видите? То есть, как мы делаем. Повнимательнее смотрите. То есть, мы это делаем еще в убыстренном. То есть, я убыстрил видео. То есть, это не такая быстрая процедура. Запихнуть данный шлейф правильно. То есть, все запихнули. Теперь устанавливаем печатную плату в корпус. Установили. И прикручиваем ее. Не путайте винтики. То есть, откуда винтик выкрутили. Туда его и вкручивайте. Подсоединяем шлейфа. Подсоединяем шлейф Wi-Fi. Устанавливаем плату. И прикручиваем ее. Так же подсоединяем все шлейфа. Устанавливаем кулер. Подключаем его к печатной плате. И прикручиваем его. Теперь устанавливаем SSD-диск. Прикручиваем его. Подсоединяем шлейф. Устанавливаем аккумуляторную батарею. Так же ее необходимо прикрутить. Устанавливаем прокладки. Устанавливаем прокладки. Теперь подключаем аккумулятор. И устанавливаем заднюю крышку. И так же ее прикручиваем. Винты на задней крышке прикручиваются разных размеров. Не ошибитесь. Откуда винт выкрутили, туда и вкручивать. Одно из самых главных правил при ремонте любого аппарата. Не только макбука, но вообще любого. Все прикрутили. Теперь проверяем, работает ли матрица. Включаем. Загрузился. Все. Мы вам показали, как заменить матрицу на макбуке Aerie 1370 и 1465. На 1465 матрица меняется только точно так же. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok